Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня делаем абсолютно честный обзор на Рено G1. Хотя, честно говоря, не сильно хочется делать прям честный обзор в разрезе того, чтобы разобрать данного малыша по болтам и гайкам, для того, чтобы найти в нем позитивы и негативы. Мне кажется, что в нем есть только один огромный позитив. Это халявная машина, которую вы можете получить по подписке, если вы еще не оформили, заходите в магазин и оформляйте. И, в принципе, за 10 дней получаете себе коллекционку в ангар. Почему бы и нет? Поэтому особо искать в нем какие-то недочеты, для того, чтобы ткнуть его в какие-то слабые его зоны, допустим, в слабое бронирование. Оно здесь действительно практически отсутствует, как для тяжелого танка пятого уровня. Но я бы не хотел. Что касается того, что можем оценить, непосредственно стоя в ангаре. Орудия. Орудия крайне посредственные. Хорошо тем, что у него минус 10 по углам склонения вниз. Средний урон 170. Есть несколько машин, которые выше по альфе. Но в основном, ребят, 160 приблизительно у всех на уровне. Что касается бронепробития. Здесь, я бы сказал, слабовато. Что касается того, чтобы переключить оборудование на калиброванные снаряды и повысить себе пробитие. Не вижу в этом абсолютно никакого смысла. Да и плюс к тому, у нас ДПМ далеко не самый лучший на уровне. Ну и, соответственно, ложить его еще ниже плинтуса мне бы не хотелось. Время перезарядки неполных 7 секунд. И время сведения с разбросом по заявленным цифрам не сильно комфортно и приятно. К слову, ребят, я Реношку еще не гонял. И это будут абсолютно первые бои на данной машине. Ну и, соответственно, будет абсолютно честное первое мнение по поводу данной тачки. Что касается зацена брони. То здесь ничего не получится, потому что на доп. ресурс машину еще не добавили. Но здесь достаточно вот этого вот. Показателей тех, которые есть в таблице. Хоть они и усредненные. Имеется ввиду, что они не разбросаны на нижний бронелист, верхний бронелист, комбашня и так далее. Но все равно, как вы видите, по уровню бронирования машина, ну просто никудышня. Я бы сказал, что больше похоже на средний танк, чем на тяжелый. Потому что обладает слабой броней. И в то же время обладает довольно-таки существенной подвижностью. Что касается ДПМ, как я говорил. Он далеко не самый лучший на уровне. Те ребята, которые хуже по ДПМ, упали не намного ниже. Ну и плюс к тому, есть ребята, которые имеют ДПМ существенно выше. Поэтому, в принципе, и говорю, что Рено G1 это далеко не самая ДПМная машина. И переключать на, допустим, калиброванные снаряды, чтобы ДПМ еще ниже опустился. У меня желания абсолютно никакого нет. Хотя, возможно, со временем, когда я поиграю на данной машине, я поменяю свое мнение. Во всех остальных показателях машина крайне посредственная. Но, ребят, в любом случае достойна того, чтобы находиться в наших ангарах. Ну и, соответственно, достойна того, чтобы ее выкатили из этого ангара. Я не знаю, сколько времени это займет. Мне что-то подсказывает, что достаточное количество времени. Ну, в крайнем случае, мы с вами это все дело перемотаем. Пока мы заходим в бой, приглашаю всех к себе в дискорд сервер. Там, где вы можете пообщаться с ребятами, которые разделяют вашу любовь к танкам. Там вы сможете ознакомиться с новостями игры, вне зависимости от того, на каком сервере вы играете. И вы можете увидеть там все видео, которые выходили на канале в разделе новости канала. Зачем это надо? Это надо за тем, чтобы не пропускать мои видосики, собирать части кода, участвовать в розыгрышах. Ну и, соответственно, забирать, ребят, себе премиумные машины на выбор, согласно этого списка, который я предоставлю. Согласитесь, это гораздо интереснее, чем получать себе в приз то, что у тебя уже есть. Соответственно, можете из списка сами себе определиться, чего вам надо, ну и это себе заказать. Что касается нашей Реношки. Слушайте, едет довольно классно, мне очень нравится. Довольно подвижная тачка. Безусловно, не ощущаешь себя, исходя из размеров машины. И исходя из подвижности машины, ты реально не ощущаешь себя, едущим на тяжелом танке. Я еду реально сейчас на довольно бодрой эстэшке. Пускай не прям летячий вперед пятого уровня, если сравнивать, допустим, там с той же самой горгулей. Но в целом, ребят, мне подвижности больше, чем достаточно. Точность орудия. Вот так вот на вскидку кинув, я умудрился попасть. Мне почему-то кажется, что это, безусловно, явно какая-то немножечко подкрутка от игры. Ну, просто потому, что я слабо верю в то, что эта машина прям, ну вот, пожалуйста, промах. Что эта машина прям вот действительно будет имбой в отношении точности. Нет, ну попадает. Слушайте, я реально сейчас два раза удивлен. Вот как можно два раза удивиться одному и тому же событию, которое происходит там с промежутком в несколько секунд. Ну, у меня получилось. Итак, БДР. А ну, едь-ка ты сюда. Давай мы на тебя посмотрим. Ну, вот, пожалуйста, против БДРа мне не хватает пробития. Я могу выцеливать его в ком-башню. Но при этом БДР меня сейчас будет разбирать просто-таки бодро, потому что у меня-то брони, ребят, нет совсем. И в этом мы убедились. Сведение. Сведение слабенькое, ребят. Действительно, очень слабо. Для машины пятого уровня вот такое сведение. Для ее брони я думаю, что разработчики должны были наделить ее все-таки более бодрым сведением. Ну, просто для того, чтобы давать хоть какие-то шансы на то, чтобы сопротивляться, что ли. Так, уходим. Уходим от него. Нет, не успели. Бежать мне особо некуда было, даже с его бодрой подвижностью ничего у меня не вышло. Понятное дело, что в корму он меня разобрал. Что касается пробитий. То, как видите, пробивал меня в башню два раза. Это говорит о том, ребят, что на данном танчике, хоть он и тяжелый, отыгрывать даже от башни, где-то прячется за какими-то укрытиями, будет довольно-таки сложно. В то же время, друзья мои, как показала практика сейчас против техи, если я не ошибаюсь, 34-й, довольно-таки неплохо показывает себя угол склонения орудия. И, в принципе, пускай не сильно, не сильно будет бодро отыгрывать броней от неровности и отыгрывать от башни, но то, что будет бодро отыгрываться просто на неровностях, то есть не будет дискомфорта, это точно. Досматриваем бой, смотрим на результаты, хотя я не думаю, что там они какие-то прям блистающие, но и обязательно запрыгнем сейчас еще в одну каточку. КАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Итак, друзья мои, бой закончился Откуда ни возьмись практически 1000 урона Где она взялась, я не совсем понял Я рассчитывал, что там будет где-то в районе 600 Хорошо ли это, да нет Понятное дело, что это не сильно хороший результат Даже на пятом уровне Но все же, ребят, давайте будем говорить откровенно Второе место в команде по урону Вот так вот даже у нас получилось Лайкануть надо обязательно Нашего товарища на Матильде БП, который, правда Не сильно, не сильно Мне помог, ну ладно Это дело такое Ну что, давайте попытаемся Зайти еще в одну каточку и Попытаемся определиться А стоит ли нам смотреть в зубы Даренной рыношке Не знаю, у меня, я же как В принципе и говорил, нет какого-то Такого, знаете, особого желания Сильно скрупулезно разбираться в годности Данной тачки Ну просто потому, что Поскольку с меня не просят абсолютно ничего за нее И в принципе Если бы я не был любителем коллекционных машин Я бы вообще ее продал И забрал бы себе 250 голды на халяву Это плюс по 50 голды за день Ну то есть получается Грубо говоря 5 дней просмотров рекламных роликов То в целом По-моему и так Уже годно Вот когда за нее бабло просить будут Вот тогда нам стоит с вами будет Хорошенько подумать Покупать или не покупать Ну а сейчас же просто фаново Выехать и на посмотреть Как говорится Итак, друзья Попали мы в очередную катку Я больше чем уверен Что скорее всего Результат данного боя Будет приблизительно такой же Как и предыдущего Понял для себя Что на Ренохе Делать на направлении Тяжелых танков И в принципе встречаться С тяжелыми танками Это самоубийство Броня просто отсутствует По ДПМу явно не побеждаем Тяжелые танки на уровне В основном имеют Выше ДПМ Ну и соответственно Бодаться против средних танков Я бы сказал Гораздо интереснее В первую очередь Ну а во-вторых Гораздо полезнее для команды Потому что таким образом Мы хоть как-то что-то делаем Для победы Вот сейчас уже сделали Два пробития По товарищу Ну и как видите Одного уже Вынесли в ангар Так Ну мне кажется Что кроме Ну против Самуэрте Ну нечего нам делать Реально Сваливаем Сваливаем Друзья Едем как-то вот Какими-то там окраинами Дальше там Отстаиваться Смысла абсолютно Никакого нет По техам будет Нас контрить Это однозначно Самуэрте Господи Самуэрте Почему Самуэрте Почему меня переклинило Поехали Попытаемся ему В тыл заехать Накидать какого-то урона Сделать ему Такую себе Игровую пакость Под горку Слушайте Несмотря на всю свою Добротную подвижность По прямой Под горку Машина едет Крайне сложно Вот сейчас Действительно Появляется Ощущение Тяжелого Танка Так Спугнули Сентинела Спугнули ПТ-ху Немножко Сейчас на меня Начнут охотиться Ай как не повезло Мне сейчас Слушайте Прям вот Вот просто Нефарт Такой вот Типичный Нефарт Ну что Первый фраг На счету машины Сделаем еще Пробью сейчас Митсу Нет Не повезло Опять таки Отсутствие везения Порой Очень сильно решает Но при этом В всем ребят Благодаря скорее всего Нашей все таки Команде А не нам лично Мы Сейчас получим победу И сможем посмотреть На результаты С учетом того Что мы выиграли А не проиграли Так Сентинел Ну блин Ну если бы не сведение Ребят Ну можно было бы Говорить о том Что Неплохо А так В целом Я бы сказал Что очень даже хорошо Ладно Шутки шутками Но давайте посмотрим На результаты И плюс-минус Передам свои ощущения От данной машины Я не буду там Сейчас какую-то Критику высказывать Или наоборот Расхваливать Что-либо в этой машине Просто передам Свои ощущения 900 единиц В принципе Как в предыдущем Боем Что касается Результативности По фарму Ребят То здесь Целых 20 тысяч За практически Ничего не делая И в целом Хорошо что не в минусе Третье место В команде По урону Давайте подбивать итоги А итоги Я подобью Следующим образом Поскольку это халява То он уже хороший Это однозначно И кстати В ближайшее время Она ждет огромное количество Всего в этой игре Интересного И в том числе Халявного Если не знаете Что именно Обязательно Перейдите по ссылочке Посмотрите Видосик для вас Уже заготовлен Теперь что касается Рыножки Г1 Как халява Очень даже нормально За деньги Понятное дело Что очень слабый танчик Что касается брони Едьте на линию ЛТСТ И тогда вы сможете Что-то в бою сделать Но даже против ЛТСТ Вам будет Выстоять сложновато Потому что Машина крайне неживучая Реализовать даже Свой заявленный ДПМ Будет Сложно И возможным Тогда Когда ваши соперники Особо не будут Концентрировать Своё внимание Лично на вашей персоне Вот такой вот он Рыножки Г1 Стоит ли его забрать По подписке Однозначно стоит И по-моему Этот вопрос Даже обсуждению Не подлежит Ну а я побежал Снимать для вас Новые видео Всего хорошего Друзья мои Мира И обязательно Спокойствия Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова